С каждым днём остаётся всё меньше и меньше преступлений, которые бы не совершил Сталин с кликой своих приспешников. В эфире новости сталинских репрессий для улучшения качества вашей жизни, прямо здесь и сейчас. Здравствуйте! 13 января этого года ко мне в группу ВКонтакте зашёл Константин Богуславский. Константин задавал вопросы, забрасывал меня ссылками на архивные материалы, цитатами и скринами из протоколов, откровенно кичился работой в архивах и требовал немедленной оценки предоставленных им материалов и признания моей некомпетентности по ряду вопросов. В частности, Константин иронизировал по поводу дамских пистолетов, из которых, по словам отставного генерала-майора Токарева, якобы расстреливали пленных польских офицеров в тюрьме города Калинина в апреле-майе 1940 года. Эту тему мы затрагивали в выпуске о расстрельной тюрьме Серпантинки и показывали отрывки допроса Токарева 1991 года. Константин в нашем недолгом общении использовал старый добрый демагогический приём. Сам придумал за оппонента, сам опроверг, восторжествовал. В частности, мне было приписано высказывание о дамских пистолетах, как о пистолетах маленького калибра. Чем же не подходит маленький калибр для массовых расстрелов, искренне удивился Константин Богуславский. После чего убедительно заявил, что, цитата, «серьёзные чекисты носили оружие калибра 6.35 и особо не комплексовали». А если расстреливать калибром больше в помещении, то, цитата, «голову разнесёт». Как видите, Константин полностью игнорирует тот факт, что носить оружие и расстрелять из этого оружия 6 тысяч человек принципиально разные вещи. Но вот совсем недавно в паблике «Вселенная неполживых баек» Константин уже пишет, что Токарев ошибся, а расстреливали на самом деле из пистолетов калибра 7.65. Не знаю, что именно изменилось в технологии расстрелов за два с половиной месяца, но теперь, похоже, уже голову не разнесёт. А ещё у Константина в его фейсбуке есть пост, где он успешно доказывает, что оружие калибра 7.65 было штатным в НКВД. Так что ничего удивительного в том, что на месте расстрела польских военнопленных найдены гильзы 7.65 нет, утверждает Константин у себя в фейсбуке. При этом Богуславский действительно приводит документ из украинского архива. Это приказ о новых нормах стрелкового оружия за март 1940 года для главного тюремного управления НКВД. В данном приказе сказано, что помимо пистолетов ТТ и Нагана, которые широко использовались и были положены всем сотрудникам, кому положено оружие, также положено оружие калибра 7.65 для чекистов, занимавших высшие должности. Начальнику управления, его заму, начальнику отдела, его заму, начальником инспекции, секретариата, начальнику отделения, начальнику курсов, начальнику боевого питания. Расстрелы пленных польских офицеров якобы производились в СССР весной 1940 года, то есть как раз тогда, когда и были утверждены новые нормы. Все сходится, ведь в строгом тоталитарном государстве, где расстрел это практически форма поощрения, стоит только выпустить некий приказ о перевооружении, и оно не замедлит себя ждать. Короче говоря, если где-то на месте расстрелов находят гильзы нормального калибра, то у Константина Богуславского есть доказательства того, что это сделано НКВД. Если бывший НКВДшник убедительно заявляет, что расстреливали из пистолетов меньшего калибра, то у Константина Богуславского есть обоснование и этому. В пору объявления расклеивать с отрывными телефонами, докажу что угодно, звонить в любое время. Ну что тут скажешь, я действительно не очень хорошо разбираюсь в калибрах, не знаю по каким поводам комплексовали чекисты и слабо представляю, в отличие от Константина, как сильно разлетается голова человека от попадания в нее пули разных калибров. Сознаюсь, есть только одна проблема. В нашем выпуске о расстрельной тюрьме Серпантинка, где было дано достаточно обширное отступление от темы в сторону допроса старика Токарева, я ничего не говорил о калибрах. Да, за все время обсуждения темы пистолетов в этом видео я ни разу не произнес слово «калибр» и даже близко не касался этой темы. Да и Токарев, когда его спросили о патронах, просто ответил, что не помнит, какой у пистолетов был калибр. О чем же тогда шла речь? Речь шла о надежности пистолетов. Ведь Токарев говорил, что пистолеты изнашиваются от стрельбы, а потому, стало быть, вместо ненадежных ТТ или нагана, привезли чемодан маленьких устаревших вальтеров, чтобы расстрелять 6000 поляков. Привези с собою целый чемодан пистолетов. Оказывается, пистолеты быстро изнашиваются от стрельбы. И вот чемодан пистолета привезли. А какие пистолеты? Пистолет Вальтер. Вальтер. А патроны какие к этим пистолетам? Ну, Вальтер, известный пистолет Вальтер номер 2. А какой калибр, Вальтер? Насколько я вас понял, в польских военнопленных расстреливали из вальтеров, да? Из вальтеров? Из вальтеров. Из вальтеров. Это я хорошо знаю. Там их привезли чемодан. Понятно. Как бы то ни было, победоносные сражения с выдуманными сентенциями, просто приписанными оппоненту, для Константина дело обычное. Вот он спорит с историком Егором Яковлевым, выдумывая для него слова, которых тот не говорил, и, разумеется, опровергая их. После нескольких замечаний Яковлева о подтасовке, Богуславскому приходится признать свою неправоту, и беседа быстро сходит на нет. Вы, наверное, уже не раз задались вопросом, ну и что? Таких холиваров случается под каждым постом по 18 тысяч каждую секунду. Мало ли люди врут и передергивают, стараясь любым способом подогнать действительность под свои о ней представления. И кто такой вообще этот Богуславский? Не торопитесь. Если тема затронута, уж, наверное, все не сводится к банальной перебранке ВКонтакте. Это просто вступление. Впереди нас ждет очень много интересного, я обещаю. Кстати, об интересном. В нашем коротком общении более всего позабавило меня, как Константин рассказывает про большое количество моих подпевал у меня в группе ВКонтакте, где даже модерации особой нет, к сожалению, на это не хватает времени. При этом сам он публикуется чаще всего на сайте новой газеты, где писать комментарии можно только за деньги. Пока не заплатишь, комментарии писать не имеешь возможности. Приводит это к тому, что в обсуждении любой статьи тут вы можете видеть исключительно идеологически выверенные комментарии и полнейшее единодушие. Ужасный совок, Сталин-Ленин-упырь, Илон Маск-гений. К сожалению, не могу показать вам это единодушие. С недавних пор на сайте новой и читать комментарии бесплатно нет никакой возможности. А вот то, что совсем не показалось мне забавным, так это то, что когда я выразил сомнение в достоверности источника архива СБУ, Константин сделал вид, будто не понимает почему. Ведь это бывший архив КГБ. Бывший архив КГБ, и плевать, что он уже 30 лет в руках тех, кто ненавидит и советский строй в целом, и КГБ в частности. Плевать, что от КГБ там не осталось даже аббревиатуры. Константин Богуславский не видит причин для сомнений. Еще мне совсем не кажется забавным, что рупор антисоветской пропаганды перестает быть таким смешным и убогим, каким он был в руках Говорухиных, Солженицыных и Дудей. Конечно, этого следовало ожидать. В ответ на многократные публичные избиения фактами и логикой эти граждане наконец-то догадались сменить тактику. Они вооружились документами, цифрами и фактами. И вот извольте большая подробная статья о Катанском расстреле в качестве примера в сборнике российского военно-исторического общества романов С.В. Катань и анти-Катань. Еще один романов. Обратите внимание на количество фактажа. Эта пропаганда по сути своей, по содержанию, по-прежнему остается на том же уровне, что и раньше. Например, автор в первом же абзаце сообщает, что пленные поляки из Осташковского лагеря были расстреляны в городе Калинин. А несколькими абзацами ниже убедительно доказывает, что известная записка председателя КГБ Шелепина на имя Хрущева вовсе не фальшивка, а самый что ни на есть настоящий документ. В целом автору статьи даже жалко отрицателей. Так названы люди, не принимающие версию Геббельса. При этом в своей записке Шелепин утверждает, что пленные поляки Осташковского лагеря в количестве более 6 тысяч человек в этом самом лагере и были расстреляны. Никакого Калинина там нет и в помине. Это очень сложный для антисоветчиков момент. Если признать, что записка Шелепина фальшивка, то стало быть и все остальные доказательства могут быть фальшивыми. Но если признать, что она настоящая, то тогда куда ж девать расстрелы в Калинине, которых не было и быть не могло согласно записке Шелепина. Тут либо записка Шелепина, либо показания Токарева. Деваться некуда, и автор научной статьи вынужден внести предложение. А давайте, дескать, простим председателю КГБ некоторые исторические неточности. Ведь очевидно же, что Шелепин не владел информацией, допустил ошибку, точность тут и не была важна, стоит ли придираться. Таким образом, повествуя от имени исторической науки, автор неудобные ему факты предлагает просто не принимать во внимание. На этом аргументация по данному вопросу исчерпана. Все остальное точно такое же. Но посмотрите, как красиво оформлено. Сколько ссылок, какой фактаж. Прямо как у Константина Богуславского, который в своих спорах о Каттанском расстреле пользуется аргументами, как под копирку из этой статьи, как будто сам ее и написал. И так не скрою, я был несколько смущен гусарским напором Константина. Не каждый день от тебя строго требует немедленно высказаться по поводу массива документов, о которых ты первый раз слышишь. Будучи не в силах побороть смущение, я пока закрыл Константину доступ к своей странице, поскольку, несмотря на мои неоднократные попытки узнать, что же именно ему от меня нужно, он так и не смог ответить ничего вразумительного, не к месту поминая Дудя и продолжая написывать бессмысленные полотнища. На прощание я как мог успокоил Константина и пообещал разобраться в его материалах. И сейчас здесь, прежде чем мы приступим к разбору, я хотел бы выразить благодарность Константину Богуславскому. Я действительно очень увлекательно провел последние два с половиной месяца. Это было страшно, жутко и иногда смешно. Так вот, выполняю обещание, и этим выпуском анонсирую серию роликов, которые, я надеюсь, будут связаны тематически. Ну а сегодня будет достаточно ответить на вопрос взволнованного зрителя. А кто же такой Константин Богуславский? Откуда у него документы из архивов, и в чем вообще смысл его деятельности? Когда Константин появился у меня на странице, он никак не представился, а начал сразу с вопросов и рассказов о том, что он работает в архивах. Поступим так. Я представлю вам несколько фактов о Константине Богуславском, а вы уже сами решите, кто он такой. Факт первый. Константин Богуславский называет себя историком. Он называет себя историком прямым текстом, общаясь с обычными пользователями ВКонтакте, как, например, здесь. И он называет себя историком, публикуя свои материалы в новой газете. Скажем, тут новая газета называет его историком трижды. Когда я задал вопрос Константину о том, какое он имеет образование, Константин отказался отвечать. Вопросы о том, какое у Константина научное звание, какой именно научной деятельностью он занимается, можно ли где-то найти его научные труды, были также им проигнорированы. После моих вопросов об образовании Константина, он в спешном порядке закрыл свою страницу ВКонтакте и почему-то удалил из Фейсбука пост с фотографиями, где он играет в футбол со священником-педофилом Грозовским. И хотя в личном общении Константин сообщил, что он не отвечает за то, как его называет новая газета, очевидным представляется, что без ведома и согласия Константина его не стали бы так называть. Думаю, если бы новая газета подписала его статью «Пекарь Богуславский», то Константин бы возмутился. Не говоря уже о том, что материал для новой газеты содержит подпись автора «Константин Богуславский – историк, специально для новой газеты». Впрочем, историком Константина называет не только новая. Вот Константина называет историком украинский сайт «Апостров». Вот его называют историком «Общество Мемориал». Здесь, здесь и здесь. Еще один украинский сайт. Russia Today называет Константина историком. Новые известия называют его историком. А вот на сайте «Исторично. Правда» Константина представили всего лишь доследником репрессий. И это радует, хоть какие-то рамки приличий сохраняются. Из трудов Константина Богуславского мне удалось найти только вот этот текст на сайте «Дилетант», где он довольно обстоятельно перечисляет все аргументы либеральной публики, согласно которым Сталин, если уж не хуже, то как минимум такой же, как Гитлер. А власть большевистская – это то же самое, что нацизм. Собственно, к стремлению доказать именно это и сводится вся деятельность фальшивого историка. Статья Богуславского не содержит списка использованной литературы, вообще никаких источников. Но зато тут есть карикатуры на тему сердечной дружбы Сталина и Гитлера. Заканчивается статья, известная в самых разных изложениях, байкой о том, как Сталин, дескать, публично заявил, что Берия – это наш Гиммлер. Факт второй. Константин ведет невероятно бурную деятельность в социальных сетях. Вот пример его общения только ВКонтакте. Издание «Коммерсант», группа «Вторая мировая война», группа «Зона поиска», группа «Витебск Про», сообщество «Цифровая история», группа «Ужукова», группа «Любители истории», «Военная история мира», группа «Историческая и военная документалистика», паблик «Катехизис Катарсиса», KGB Files», группа «Уполномочен заявить», паблик «Вторая мировая война», группа «The Forever War», группа «Погибшие корабли», проект «Мемориала», сообщество «Это прямо здесь, Москва», официальная группа «НОД СССР», группа «Дилетанта», паблик «Радио Свобода», личная страница с весьма небольшой посещаемостью, но тут упомянули каттонские расстрелы, богуславский «Тут как тут», СНОП, группа «Сталинская эпоха», группа «Плам», группа «Репрессии в вооруженных силах СССР», группа «Газеты Прорывист», группа «Исторические очерки», «Петербург. Ретроспектива», «Раша Тудей», «Календарь истории», «Вселенная неполживых баек», «История в кадре», «Русь Монолит», группа «Дональд Трамп», «Движение Царский Крест», «Объединение Бородьба» и даже марксистский дискуссионный клуб в Омске. Список похождений Богуславского можно продолжать и продолжать, похоже, он бесконечен. С настойчивостью маньяка Константин посещает по многу раз самые разные паблики и отдельные страницы, пишет сотни комментариев и хвастается работой в архивах. Годами. Чаще всего Константин действует по одной и той же примитивной схеме. Вызывает людей на разговор по темам, на которые он уже не раз беседовал в других пабликах, в определенный момент делает некое заявление, которое, как уже не раз им было проверено, немедленно вызовет скепсис, после чего следует заваливание несчастного документами, которые тот видит в первый раз. Провокация удалась, противник повержен, Богуславский высокомерно выражает сочувствие по поводу интеллектуальной немощи оппонента. Факт третий. Еще Константина Богуславского называют архивариусом. Вот в этом интервью для Радио Свобода товарищ Константина Богуславского, писатель Саша Филипенко, утверждает, что Константин является историком и архивариусом. Для блога снимаю, пойдем поговорим. Смотрите, кого я привел. Это Костя. Я не знаю, будет ли Костя услышано, но будем надеяться, что будет слышно. Костя тот самый человек, который однажды пришел на презентацию и сказал, что занимается архивными документами. И сказал, что если мне будет интересно, то он поделится со мной. Собственно, с Костей все и началось, и первый документ отрыл именно он. Я бы даже себе попросил такую фотографию. Я благодаря тебе все узнаю, Костя. Костя, если вы хотите узнать что-нибудь об истории, вам нужно просто писать Косте в Фейсбуке. Небольшая справка для писателя Саши Филипенко. Архивариус – это не человек, который периодически бывает в архивах, чтобы откопать там что-нибудь гадкое про советский период, чтобы потом опубликовать это у себя в Фейсбуке, чтобы потом опубликовать это в новой газете, чтобы потом распространять это ВКонтакте, заявляя, что занимаешься просвещением, а на самом деле банально самоутверждаться за счет тех, кто об этих гадостях раньше ничего не слышал и ни в каких архивах никогда не бывал. Нет, Архивариус – это сотрудник архива, тот, кто работает в архиве на постоянной основе, занимается ведением архива, хранитель архива. Какой последний документ тебя поразил сейчас, из того, что ты видел в последнее время? Совершенно. Меня уже, по-моему, ничего не поражает. Почему? Ну, я уже ко всему привык. Любые документы, расстрельные списки, вот ничего меня уже не поражает. В советской истории ничего поразить не может. Это друзья в Гоголь-центре на спектакле «Красный крест», поставленном по книжке Саши, материалы для которой подкинул Костя. Гоголь-центр выпускает первую премьеру сезона «Красный крест». Литературная основа – роман «Красный крест» 36-летнего писателя Саши Филипенко, финалиста премии «Большая книга», ставит 33-летний режиссер Семен Серзин. Под каким углом на тему войны и ГУЛАГа смотрят 30-летние, рассказывает Кирилл Серебренников. Вообще, роман, текст о судьбах, о том, как время, как люди существуют во времени. Да, про Костю еще нужно знать, что он большой лентяй, потому что я уговариваю уже, по-моему, года два Костю самого написать книжку, потому что у него столько документов, он все говорит «да-да-да». Факт четвертый. Лентяй Костя обладает невероятным даром. Ему удивительно везет. Конечно, Константин никакой не историк, но у него есть хобби. Константин, по его словам, часто посещает архивы и работает там. В частности, Константин, по его словам, неоднократно бывал в Киеве, в архиве СБУ, бывший архив КГБ. Так вот, каждое посещение архива Константином Богуславским ознаменовалось интересными находками. Константин находит или фотографирует уже найденные до него, но до сих пор не сфотографированные никем крайне интересные документы. Все эти документы красноречиво свидетельствуют о том, каким поганым образованием был Советский Союз, какой страшной, бездушной, бесчеловечной и обреченной на самоуничтожение была советская власть. Но подробнее об этом, я думаю, мы поговорим позже. А пока факт пятый. Лентяй Костя является директором и совладельцем питерского кинотеатра «Пик», что в принципе объясняет, откуда у человека столько времени, чтобы ежедневно оставлять такое громадное количество комментариев в социальных сетях. Также это, как вы понимаете, объясняет лютую ненависть к советскому периоду. Дело тут не в массовых расстрелах, не в присвоении чужих территорий, не в сочувствии к репрессированным, и не в переживании о судьбах Родины. Обычная заскорузлая ненависть мелкого хозяйчика к эксплуатируемым массам, и страх, что однажды массы восстанут и заберут лошадей, коров, мельницу, маслобойку, кинотеатр, и вместе с этим и в первую очередь возможность беззаботно и благополучно жить за счет чужого труда. Таков нехитрый рецепт дня сегодняшнего. Хочешь быть историком, чтобы кичиться этим ВКонтакте? Мечтаешь получить возможность в любой момент заявить «Я историк, а ты кто такой?» Хочешь, но не собираешься тратить драгоценное время на получение соответствующего образования, на неинтересные исследования, на написание скучных научных работ? Не можешь отказать себе в удовольствии днями напролет учить уму-разуму бестолочей в соцсетях? Не беда, все просто. Отправляйся в архив, найди что-нибудь о расстрелах, опубликуй в новой газете или просто у себя в фейсбуке вуаля, ты историк. Можешь и дальше самоутверждаться в ВКонтакте. Итак, каждый из вас, я думаю, уже ответил для себя на вопрос, кто же такой Константин Богуславский. Я же в дальнейшем, чтобы не дай бог не обидеть, буду называть его так, как он называет себя сам, как называют его друзья и коллеги по антисоветскому цеху. Историк-архивариус, исследователь архивов. Что ж на сегодня достаточно, следующий выпуск, я надеюсь, не заставит себя ждать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин